Делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели и девиз нашей программы. Вы смотрите Лобби Холл на Вете 24, меня зовут Станислав Уланов. Вольтер говорил, Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне лучших стрелков. И, в принципе, об этом мы сегодня будем говорить с гостем студии. Нет, не о военных баталиях, но о качестве. Сегодня у нас в гостях директор Западноуральского аттестационного центра Алексей Сигаев. Алексей, здравствуйте. День добрый. При подготовке программы я знакомился с матчастью, с тем, чем вы занимаетесь. Национальное агентство по контролю сварки. НАКС сокращенно. Зачем такая структура вообще нам необходима? То есть сварка настолько серьезный процесс, который на национальном уровне необходимо контролировать. Мои дилетантские представления прямо сейчас оказались развеяны. Расскажите подробнее. Это действительно очень важный процесс. Сварка окружает нас повсюду. Сварка у нас в автомобилях, сварка у нас в зданиях, сварка у нас даже в медицине. Но если говорить о НАКСе, НАКС, конечно, ставит основные задачи. Это контроль сварки на опасных производственных объектах. Что есть опасный производственный объект? Это объект, в случае выхода из строя которого могут погибнуть люди, может произойти техногенная катастрофа. Это очень серьезно. Допустим, какие-то краны, это мосты, газопроводы или нефтепроводы, химические предприятия. Вот что такое опасный производственный объект. Как появился НАКС? В советское время система качества при производстве решалась на государственном уровне. После того, как мы вошли в рынок, и предприятия начали бороться за рубль, за себестоимость продукции, это привело к тому, что качество начало падать. Потому что когда мы начинаем говорить только о деньгах, то качество всегда у нас страдает. Это привело к появлению череды просто опасных ситуаций. И было принято решение, что контроль за качеством сварных работ в области опасных производственных объектов необходимо вывести в отдельную структуру. НАКС контролирует работы в целом спектре моментов. Это и контроль за персоналом, причем как сварщиков, так и специалистов, которые руководят сварщиками. Это и контроль за сварочными материалами, низкого качества, несоответствующие в дальнейшем механических свойств материалов. И сварочного оборудования. Ну и последняя, заключительная, самая главная процедура, это аттестация технологий или допуск к работам с предприятий с аттестованными сварочными технологиями. Собственно, чем вы и занимаетесь. Да, чем мы и занимаемся. 2020 год. Год был непростой во всех отношениях. И с эпидемиологической точки зрения, и с экономической точки зрения. Но, опять же, полистав формы профессиональные, могу сказать, что для представителей вашей отрасли непростой он был и в еще одном отношении. То, что специалисты так в быту называют регуляторные гильотины. Огромное количество, больше ста, по-моему, нормативных актов были как-то пересмотрены, отменены. Вот расскажите подробнее, с чем вы столкнулись и в чем сложности были. Ну да, сварочный рынок тоже 2020 год потряс. Год был непростой. И действительно, вот в августе вышло постановление правительства, которое отменило более 150 нормативных документов, в которые, в частности, попали и некоторые документы, которые определяют нашу деятельность. Это вызвало достаточно серьезный резонанс в сварочной отрасли, потому что НАКС, он выполняет функцию регулятора на рынке сварочных работ. Дело в том, что предприятие, прошедшее процедуру аттестации, оно уже имеет за своей спиной и персонал, и подготовленное оборудование, и технологии. То есть это предприятие, способное выходить на рынок, способное выполнять работы, ответственно выполнять работы. А если оно, все эти процедуры прошло, значит, это уже не портфельная компания. Это уже затраты, это уже стоимость, это уже цеха, люди и так далее. Поэтому такое предприятие не может торговаться на низких ценах. И поэтому предприятия, которые ответственно подходят к работе, вот они поняли, что если сейчас документы отменят, если вдруг аттестация прекратится, на рынок может выйти огромное количество предприятий, так называемого портфельного типа, у которых минимальные затраты, которые готовы торговаться за низкие цены, а это потом вылетит к обвалу в качестве работ. Ну и самое главное, для серьезных операторов, которые сейчас хорошо работают, имеют хорошие объемы, для них это будет коллапс. Поэтому вот отмена таких документов, оно, конечно же, в сважечной отрасли вызвало определенный бум, было масса обращений в правительство, в Ростехнадзор, огромное количество писем. К нам постоянно обращались, что, как, как дальше, то есть, ну и мы сами, в общем-то, были в таком неведении немножко. Вот, и надо отдать должное, на удивление оперативно сработало наше новое правительство, да, и перед Новым годом вышло два постановления, одно отменяющее и вводящее обратно в правовое поле те нормативные документы, по которым мы работаем, и теперь до 2022 года, значит, мы будем работать по этим документам. А второе, так как гильотина работает и она должна выполнять свои функции, это была четкая постановка задачи перед Ростехнадзором о том, что в 2021 году необходимо разработать уже законы и вывести на уровне федерального закона процедуру аттестации. Для нас это очень полезные решения, и мы сейчас будем активно включаться в эту работу, и я надеюсь, в 2021 году это произойдет. И второй момент, сразу с другой стороны, это сам Ростехнадзор выпустил новые технологические регламенты по производству сварочных работ на опасных производственных объектах. Эти документы полностью включают и гармонируют с действующими ранее документами, даже немножко расширяют, скажем так, актуализируют современные требования. Вот для примера хочу привести интересное такое изменение. 30-й пункт регламента говорит о том, что сейчас для прозрачности и контроля за процедурой аттестации вводится электронный реестр и во всех удостоверениях QR-коды. Такая цифровая система, которая позволяет камерой любого мобильного телефона вы можете мгновенно верифицировать данные. То есть исключаются различные подделки, да, потому что, ну, надо понимать, предприятия бывают разные, бывает попытка жульничества, использование чужих подменных удостоверений и так далее. Чаще всего в технической документации подлинные документы не хранятся, там присутствуют какие-то ксерокопии и так далее. Поэтому технадзору достаточно сложно убедиться, да и заказчику самому, да, проверить, насколько качественно у тебя люди работают. Сейчас эта система едина и вот уже, кстати, с февраля 2021 года реестр электронный можно найти на официальном сайте Ростехнадзора России. То есть сканируете по ссылочке, загоняете данные, проверяете, действительно это удостоверение, действительно это сварочное оборудование, действительно ли это предприятие способно выполнять работы на опасных производственных объектах. Система сейчас становится открыта. Опять же, во время пандемии цифровые технологии растут. И вот я думаю, сейчас только удобнее будет нашим коллегам работать в этой области. Специфическая деятельность, надо сказать, работ на опасных производствах, тем не менее, я так полагаю, что деятельность вашего центра этим не ограничивается. Вообще, чем занимаетесь? Расскажите для зрителей подробнее. Ну, мы занимаемся достаточно серьезным пластом работ, конечно, в области сварки. То есть сварка – это наше четкое, сугубо направление. Помимо аттестации, мы также занимаемся работами в области контроля качества. У нас есть своя аккредитованная лаборатория разрушающего, неразрушающего контроля. Занимаемся внедрением технологий, популистической деятельностью. Проводим конкурсы сварщиков Пермского края, например. Вот, к сожалению, коронавирус у нас в 2020 году первый должен был быть… Ну, кстати, вот игра цифр. Должен был быть 13-й краевой конкурс сварщиков. И, к сожалению, пришлось отменить. Надеюсь, вот в 2021-м проведем 14-й. 13-й уже больше не будет. Но еще вот одно очень интересное сейчас направление, на нем бы я хотел поподробнее остановиться. Это независимая оценка квалификации. Направление свежее, но началось все достаточно давно. Стандарт сварщик появился еще в 2013 году. Это был первый профессиональный стандарт. Раньше был ЕТКС, который четко определял общие знания. Они были достаточно расплывчатые, достаточно широкие. Но надо понимать, что ЕТКС был введен еще при советской власти. Если даже мы посмотрим, там, неистребовательные знания, линии партии, последних решений. С новым архивом, оленевом. Да, да, да. То есть, это такая вот махровая была система. Она, кстати, до сих пор в некоторых направлениях продолжает работать. И там имелись разряды. Первый, второй, третий. Вот у сварщиков максимально шестой. Шестой должен, сварщик будет уметь все практически. И данная система перестала быть на сегодняшний день актуальной. Потому что изменились технологии, изменились технические решения, качество оборудования, их возможности. И на сегодняшний момент представить сварщика, который разбирается во всех разновидностях способов сварки, ну, практически невозможно. Я не скажу, что таких людей не существует. Они, наверное, есть. Но это такие бриллианты, за которые работодатель там кого угодно придушит. Вот это редкие очень. Ну, и самое главное, они, в принципе, и не нужны особо. Потому что все равно у каждого предприятия есть своя специфика. И промышленный сектор в какой-то момент сказал, что, ну, уже неудобно работать, надо что-то делать. И вот тут появился как раз механизм профессиональных стандартов. То есть профессиональные сообщества, может быть, предприятия, может, какие-то отресливые институты. Вот. Они в разных направлениях разрабатывают такие профессиональные стандарты. И в них уже вводятся актуальные данные и требования к компетенциям, к навыкам, именно сегодняшние, которые требуют. Это первый момент. И второй момент, в чем плюс профессиональных стандартов, это живой документ. То есть они постоянно подвергаются редактированию. Вот наши, допустим, профстандарты, сварщик, и еще у нас там целый ряд документов, они вот в данный момент сейчас уже актуализируются. Ведется работа по их изменению, хотя, в общем-то, по ним еще практически вот только начали работать. А уже увидели какие-то слабые места и так далее. Эта работа, она проистекает постоянно. Второй момент, который появляется вслед за появлением профстандартов, и который ведет нас как раз к независимой оценке квалификации, это федеральный закон о независимой оценке квалификации. Он определяет структуру, он определяет правила, он требования к независимым центрам оценки квалификации. И, в общем-то, выводит всю систему оценки квалификации в правовое поле. Этот закон, соответственно, принят, он действует, и по нему на сегодняшний момент уже по всей стране проходят уже не десятки, и даже уже не сотни оценок квалификации в разных областях. И в сварке в первую очередь. Вот почему я хочу сказать по сварке в первую очередь, потому что профстандарт сварщик был первый профессиональный стандарт, который был принят в Министерство труда. Я приведу пример, вот очень такой классический, который сталкиваемся мы. Переход персонала с машиностроительного, допустим, оборонного, вот у нас Пермь, да, край оборонных предприятий. Вот с оборонного предприятия, к примеру, на строительство, к примеру, Газпром. Сварщик, всю жизнь проработавший на постоянном рабочем месте, в цеху, имеющий шестой разряд, тот самый высший, да, вот, имеющий прекрасные навыки сварки, но он сидел на серийном изделии, он варил всегда в одном и том же положении, к примеру, неплавящимся электродом, аргонодуговой сваркой, он заваривает великолепные, идеальные шутки. Вот, и тот он слышит, там, кадровое агентство, там, поиски и так далее, что вот на строительство где-нибудь, там, в Бадайбо, там, какого-то химзавода, там, или еще что-то, требуются сварщики, оплата, там, 150-200 тысяч в месяц, он такой, поеду, поеду-ка я, поеду-ка я, все вроде как у меня есть, и диплом, и опыт, и стаж, и швы кладу прекрасные, идет он в кадровое агентство, пишет, там, свое резюме, никаких причин его не взять нет, все довольны, в конце концов, он едет, мы принимаем на работу, он заключает контракт, он едет в это Бадайбо, он, там, выходит на работу, это уже, он уже не первый месяц работает в конторе, он получает заработную, потому что это же ведь все, вот, процедура, он должен, там, пройти инструктаж, обучение, получить спецодежду, там, встать на довольствие, доехать до этой, там, вначале самолетом, потом грузовиком, потом на оленях, и вот, в конце концов, значит, его ставят варить трубу, и выясняется, что он варить-то его не может, потому что изменились какие-то условия, нет, потому что он просто никогда не варил, к примеру, неповоротный стык, или потому что он вообще никогда не варил электродами, потому что у него в документе об образовании написано, электрогазосварщик, а в рамках ИТКС он должен был варить, как электрогазосварщик, всеми дуговыми, вот если мы откроем ИТКС, сварка дуговыми способами сварки, а это и ручная дуговая, и аргон дуговая, и полуавтоматическая, вот, а там он еще должен и плазменный был варить, и газовый, ну, и так далее, ну, то есть, огромная специфика, а варил он всю жизнь на этом заводе, одним только способом, а тут, раз, и он просто не готов, не потому что он плохой работник, он замечательный работник, и, наверное, его можно научить, но фактически предприятие, куда он пришел, оно несет убытки, оно несет потери, и кто за это должен платить? Получается, что это предприятие должно бы, по идее, здесь, в Перми, сделать какой-то учебный центр, где будут отбирать сварщиков, а они набирают на такие стройки людей со всей страны, у них в каждом городе должен быть такой учебный центр, зачем? И вот тут у нас как раз независимая оценка квалификации, когда четко в профстандарте описаны конкретные способы сварки, конкретные требования, можно сформулировать, и отдел кадров этого предприятия может четко поставить задачу, что мне нужны сварщики прошедшие оценку квалификации вот на данный способ сварки, на данный уровень квалификации, и оно получает действительно независимо оцененного специалиста, и может его ставить на объект туда, куда это необходимо. Кстати, хочу сказать, что независимая оценка квалификации является добровольной процедурой, потому что сейчас многие, кто нас смотрит, скажут, вот пять государств придумало какое-то, вот загоняют нас там заставить. Нет, она не обязывает вас проходить эту оценку. Если вы где-то устроены, работаете, все у вас хорошо, вот, то вам это не надо. Если вы хотите быть конкурентным на рынке, если вы ищете работу, то да. Приходят ли такие люди, вот, кто вас поражает? Ну, знаете, как левша, который блоху подковал, только в области сварки, пришел такой человек, и вы прям не нарадуетесь. Когда эта процедура еще только набирает обороты, я бы сказал так, что наши соискатели как раз идут на компромиссе. То есть к нам приходят либо вот левши, те, кто хочет найти себя, кто хочет поднять себя на рынке, и вот он действительно это понимает и идет. Ну, таких, конечно, единиц, но их и всегда бывает единица. И наоборот, люди с очень низким уровнем, потому что, ну, им надо хоть как-то вот взойти, вот, поэтому, соответственно, к сожалению, бывают и отрицательные результаты при прохождении оценки квалификации. Но это ничего, это нормально. Кстати, еще особенность оценки, что если даже человек прошел ее с отрицательным результатом, мы все равно выдаем ему, но в данном случае не свидетельство, а рекомендации, где у него какие слабые места, что ему необходимо сделать, чтобы, соответственно, подтянуться и уже пройти оценку с положительным результатом. Вот буквально в марте, 17-го числа в Екатеринбурге будет проходить выставка. И в рамках этой выставки мы проводим, во-первых, семинар по оценке квалификации, где мы будем, где можно, все уже устали от этого коронавируса, а наконец-то, дай бог, не закроют оффлайновое мероприятие. Будем верить. Вот, да, будем верить, будем держать пальцы. Там, во-первых, у нас будет вот семинар, где можно пообщаться, круглый стол, задавать вопросы. И самое интересное будет, что мы там будем проводить открытую оценку квалификации. То есть она будет проходить не в стенах нашего центра, а вот прямо на выставочной площадке. Мы там соберем, что называется, передвижной центр, там будут сварочные посты, там будет у нас портал, там у нас будет автоматизированная сварка, будет еще оценка квалификации дефектоскопистов по неразрушающему контролю. И можно будет прийти и глазами прям посмотреть всю процедуру, а может быть, если кто-то еще успеет, и самому пройти там оценку квалификации. Но для этого надо обратиться к нам в центр и как можно скорее. Ну что ж, Алексей, я действительно тех наших зрителей, кто сваркой занимается, кому это необходимо, приглашаю присоединиться, принять участие в мероприятии. И вас благодарю за участие в нашей сегодняшней программе. Мы будем рады видеть вас в нашей студии. Ну, казалось бы, сварка, она, конечно, не каждому человеку близка, но, как мы уже сегодня с вами обсудили, она окружает нас повсюду. Поэтому даже для уверенности в завтрашнем дне понимать, что сварочными работами на опасных производствах занимаются у нас квалифицированные люди, это всегда приятно. Как примеряет с действительностью. Спасибо вам большое. Будем рады видеть вас снова в нашей студии. Взаимно. Спасибо.